Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий Рязанцев, и это мой кулинарный блог. Скоро Новый год, и мы с вами приготовим вкуснейшие песочные печенюшки. Они будут такие красивые, что мы сможем украсить ими елочку или даже подарить. Так, для начала подготовим наши специи. Можно, конечно, купить уже все измельченные, но будет намного лучше измельчить самим в ступке. Нам понадобится звездочка аниса, пол палочки корицы, розовый перец, немного шамбалы и буквально бутончик гвоздики. Хорошенько все измельчим, добавим еще сюда щепотку молотого имбиря. Я бы его измельчил, но у меня его нет. Смесь у нас готова. Теперь нам понадобится ванильный сахар, который мы с вами заготовили. Взвешиваем 90 грамм, и нам понадобится еще один желток. Белок я пока отделю, он нам еще пригодится в дальнейшем. И пару ложек молока, либо пару капель апельсинового сока. Немного перемешаем. Теперь нам понадобится 190 грамм сливочного масла. Масло должно быть обязательно из холодильника. Добавим 280 грамм рассеянной муки. Обязательно все взвешивать, у меня уже взвешено. И цедру апельсина. Добавим все наши специи. И хорошую щепоточку соли. При работе с песочным тестом нужно быть очень шустрым, чтобы масло не растаяло. Замешивать лучше всего это тесто планетарным миксером, но за неимением такого у меня есть крупный просто венчик. Он вполне подойдет. Проще работать на столе. Лучше тесто немного не домесить, потому что масло очень быстро тает. Убрать его прям так, оно дозреет. Получившееся тесто завернем в пакет либо в пищевую пленку и уберем на полчаса в холодильник. Это тесто может храниться достаточно долго. Это я сделал вчера. Его нужно немножко привести в чувство. Из него получатся хорошие печеньки. Теперь нам понадобится скалка и немного для начала придаем тесто, чтобы просто оно не раскатается. Работать надо очень быстро, потому что все тает. Нам надо раскатать тесто в пласт толщиной где-то 2-3 миллиметра. Рецепт этого печенья я подсмотрел в одном ресторане еще 10 лет назад, но почему-то никогда не готовил. Если тесто налипает, немного валяем скалочку. Старайтесь сделать одну толщину, потому что иначе часть подгорит, а часть не пропечется. Теперь формуем наши печенюшки. Можно это сделать вот такими красивыми формочками новогодними, а можно просто стаканом, либо любым предметом можно вырезать, просто квадратик или что угодно. Нам понадобится кусок пергамента, либо силиконовый коврик, либо можно просто смазать поверхность противня маслом и присыпать мукой, либо манкой. Сделаем небольшие отверстия конусом, либо каким-нибудь предметом, чтобы потом через эту дырочку мы смогли протянуть нитку и повесить. Выложим наше печенье лопаточкой аккуратненько, либо можно формировать сразу их на пергаменте. Укладываем достаточно плотненько, они не будут у нас подниматься, ничего. Запекаем при 230-220 градусах, там все зависит от вашей духовки. Время тоже примерно 5-7 минут, но зависит, говорю, все от духовки. Это, конечно, здорово, когда говорят точную температуру, но на практике получается совсем другое. Оставшееся тесто можно сформировать обратно в шар и убрать в холодильник. Пока наши печеньки пекутся, кстати, за ними надо все время следить, там буквально 5 минут. Сгорят они очень быстро, даже глазом не успеете моргнуть. Пока у нас они готовятся, сделаем глазурь. У нас остался один белок, мы взобьем его миксером. Взбиваем до крупных пиков. Я просто многие удивляются, почему не поднимается белок, почему он не взбивается. Я не могу его взбить, все просто. Нужна чистая железная посуда, и все, больше ничего не нужно. Белки мы взбили, добавляем 200 грамм сахарной пудры. И перемешиваем тихонечку. Немножко, когда перемешалось, можно добавить сок лимона, либо апельсина, либо другого цитруса. Это придаст и вкус, и нужную нам текстуру. Все, глазурь готова, ее уже можно использовать, но мы ее немного подкрасим. Разделим глазурь на несколько частей. Теперь добавим краситель. У меня здесь натуральный хороший пищевой краситель. Одну я оставлю белых, мы потом как-нибудь с вами приготовим еще краситель сами. Делается тоже просто. Получаем заборной такой цвет розовенький. Лучше всего использовать гелевые красители, они очень качественные, и очень с ними удобно работать. Красители готовы. Теперь чем наносить? Можно купить готовый маленький кондитерский мешочек, а если его нету, можно сделать это самому. Ничего сложного в этом нет. Нам понадобится пергамент. Отрезаем ровный квадрат. Квадрат этот разрезаем пополам еще. Получаются треугольники. И складываем теперь немного оригами у нас. Складываем один конец к вершине. Проводим. И заворачиваем. Подгибаем уголки. Теперь наполняем наши конвертики глазурью. И аккуратненько подгибаем их. Получается вот такой конвертик. Так, печенье у нас уже готово. Глазурь у нас готова. Печенье примерно запекается 5-7 минут вот до светло-золотистого цвета. Теперь приступим к самому интересному. Мы начнем украшать их. Чтобы проще было наносить глазурь, нужно слегка смочить водой поверхность. Так она быстрее застынет и проще нанесется. Продолжение следует... Надеюсь, ваши печеньки получились красивее, чем у меня. Жду ваших вопросов, комментариев. Подписывайтесь на мой канал. И для Саши у меня есть особая печенька, которую я ему приготовил. Потом ему подарю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok